МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! У нас сегодня в гостях заведующий отделом искусствоведения, главный научный сотрудник, доктор искусствоведения, заслуженный деятель искусств России и Чувашии Чуварского государственного института гуманитарных наук Михаил Григорьевич Кондратьев. Здравствуйте! Приветствую вас! Михаил Григорьевич, мы так рады, что вы наконец-то нашли свободное время для нашей передачи. Спасибо, что пригласили. Михаил Григорьевич, о чем мы сегодня будем говорить? Ну, по нашей предварительной договоренности мы поговорим о прошедшей не так давно в стенах гуманитарного института конференции, посвященной проблеме фольклора на современной сцене и в современной жизни. Чувашского фольклора? Да, мы сконцентрировались вокруг чувашского фольклора, хотя пригласили людей и из Казани, и из Саратова, и из Москвы. Но, естественно, все мысли и все доклады были сосредоточены вокруг чувашей, она тоже разнонациональная, и вокруг чувашского фольклора. Конечно, для нас это центральная проблематика. Ну, могу сразу сказать, что это не первая конференция. Вообще мы занимаемся этим, можно сказать, всю жизнь. Вот с 70-х годов, я знаю, участвовал в таких вещах, когда началось большое фольклорное движение у нас в республике. Во всей России поднималось такое исполнительство, аутентичное, как мы говорим, как бы вернулись к истокам. И предыдущая конференция была ровно семь лет назад, где были также хорошие специалисты и интересные дискуссии. И вот прошло время, вот с 70-х, 80-х годов, это уже 20-30, чуть ли не 40 лет, и процессы новые начинаются. Вот это и обнажилось во время конференции. Мы и вас пригласили туда, потому что фольклор выходит на сцену в совершенно разных обличьях и жанрах, в том числе и на эстрадную сцену. Так что вам спасибо за участие. Спасибо огромное, Михаил Григорьевич. Вот эта конференция, настолько она плодотворно прошла. Именно гости, о чем они говорили? – Ну, разговор касался, конечно, и самого фольклора, как он живет сегодня, как фольклористы, ученые собирают, что записывают, что исполняется, что еще живо, что уже ушло. Таких докладов довольно много было. Очень интересный, конечно, московский доклад был Вячеслав Михайлович Щурова. Это, можно сказать, крупнейший специалист современный из Московской консерватории, профессор консерватории, который провел экспедицию студенческую в прошлом году на территории Чувашии. Они в Алатарском районе записывали и русский фольклор, и чувашский. И даже видеозаписи показали. И они сравнивают, для них интересно сравнение. Это в основном для студентов делается, молодых будущих музыковедов, которые обучаются в Москве. Ну, и нам было тоже любопытно, что же им, москвичам, показали наши бабушки. Ну, там вплоть до 80-летних исполнителей было. Они не только пели, но и танцевали. – Совершенно верно. Очень интересный мастер-класс Казанская государственная консерватория показала. – Да, да, да. – Расскажите, пожалуйста. – Это фольклорное отделение, исполнительство такое в Казани. Это новое явление. Совсем недавно, где-то, наверное, еще... Я вот не спросил, лет 10 не больше существует. И первый выпуск состоялся несколько лет назад. Вот пять лет обучались, причем, что особо для нас отрадно. Первой исполнительной, первой выпускницей этого отделения была Чувашка. Значит, Аня Васильева, сейчас она Кузнецова. И вот с Чувашским репертуаром, собственно, их коллектив тогда и выступал на ее государственном экзамене. Я был, так сказать, участником защиты, ну, как специалист по Чувашскому фольклору. Ей поставили отлично. И Казанская консерватория продолжает. В чем особенность именно Казанской консерватории на фоне всей, можно сказать, российской системы обучения фольклорному пению? Большинство наших фольклористов, музыкантов, окончили Саратовскую, например. Козлова в Гнесинском училище в Москве училась, в Гнесинском институте, в Московской консерватории везде есть фольклористы. Но базовое, так сказать, направление во всех этих консерваториях, везде в России, естественно, русское народное пение, манера русская, репертуар русский. А уж поскольку появляются представители разных республик, вот наши в Саратове, там им позволяют тоже и Чувашский. Но базовое все равно русское направление, это методика. Все-таки русская культура немножечко прибладает. Да, ну это естественно. Естественно. Потому что все эти консерватории, они старинные, они на основе русской культуры поднялись. А Московская консерватория, так она вообще с XIX века работает. И Ленинградская, но сейчас выпускников по этой части из Ленинграда у нас, кажется, нет. Но там также работают они. Казанская консерватория, знаете, чем отличается? Тем, что там преобладают татары, чуваши, ну все наши туда, морейцы, мордва, удмурты. Все по Волжье. Все по Волжье. Ближайший такой хороший вузовский центр музыкальный – это Казань. Все по Волжье учатся там. Ну, конечно, есть еще в Уфе институт. Ну, Уфимский институт, он тоже на базе Гнесинского, кстати, возник в свое время. И, ну, они как бы тоже свое направление имеют, но вот такого широкого охвата региона все-таки они не достигают. А вот Казанская консерватория имеет. И в этом отличие. Потому что сразу начинать, скажем, вот с этой русской методики, хотя неизбежно для них тоже, это вот вузовская, так сказать, программа, методика, но они сразу материал наших народов берут. И вот когда они к нам приехали, для них, как я понял, первый выезд такой международный из Казани сюда. И они все это и рассказали, и показали. Вот среди участниц и участников, там в основном девочки, конечно, но и молодые люди тоже были, этого ансамбля, опять-таки, и чуваши, и марийцы, и мордва, ну и татары, там Кряшины, кстати, Кряшины и Мишари, и руководитель ансамбля Саварова. – Русских не было? – Не было. – Не было. – Что интересно? – Вот это как раз специфика нашего региона. И специфика отделения, фольклорного отделения Казанской консерватории. И вот они даже были, мне кажется, очень рады, что их пригласили. Впервые они показали свою работу, необычную, таким образом, для России работу, ну вот перед общественностью. И нам очень понравилось, и они остались довольны, потому что там и костюмы представлены, ну, в общем, весь набор, что называется, компонентов народного искусства музыкального там был. И вот, мне кажется, это обоюдно полезно для всех, в том числе для Казани. Дай бог им развиваться, потому что Казань все-таки для нас была и остается ближайшим таким центром народного пения. – Совершенно верно. Вернемся к конференции. Михаил Григорьевич, вы знаете, почему я вас пригласила на свою передачу? А потому что на конференции возник такой интересный спорный момент, об этом мне сегодня хотелось поговорить. И не только с вами, я хотела, чтобы и телезрители услышали, поняли, о чем мы говорим. Это, конечно же, чуварский песенный фольклор на современной эстраде. Или же это, ну, как можно назвать, да, на чуварской эстраде. – Да, это действительно очень одно из направлений. – Одно из направлений. – Направлений, так сказать, вот этой культурной деятельности современной в нашей культуре. Потому что фольклор, он вообще пронизывает все – и композиторское творчество, и исполнительское. Но конкретно жанр эстрады музыкальной – это такой массово интересующий, массового зрителя, значит, жанр. Все увлекают, всем нравится. Что такое эстрада? Это нечто особое, красивое, легкое, развлекательное, которым нуждаются все в минуты отдыха и радостей. И вот у нас эстрада, как такое целое направление, тоже ведь недавно возникла. И слава богу, что она не теряет связи с фольклором. Но здесь много проблем. Потому что эстрада тоже старается быть национальной. Это вот востребовано, смотришь на концертах, только за то, что на чувашском языке, то, что вот родные мелодии где-то слышат, уже за это благодарят и аплодируют. – Михаил Григорьевич, конечно же, на этой эстраде происходит не совсем и парсинальное, но мы сегодня будем говорить именно о парсиналах. – Да, потому что эстрада стала массовым явлением. Извините, на столбах везде написано, там концерт звезд чувашской эстрады. Ну уж так привыкли звезда, Шелдерзем. Даже посмеиваемся иногда, потому что эти звезды, ну, можно сказать, одноразовые. Или искусственно созданные, они не совсем соответствуют, многие любители не соответствуют параметрам просто эстрадного искусства. Но не будем сегодня это трогать, потому что тоже большая проблема, культурная и эстетическая проблема. Пока мы рады тому, что вот это есть это – фольклор. Вот, фольклор – это вот такая питательная почва, которую многие чувствуют как родную, но не умеют ее притворить. К счастью, есть все-таки образцы хорошие. Я, в частности, очень с большим интересом и удовольствием за вашим творчеством наблюдаю. Считаю, что вы-то как раз профессионал. Михаил Григорьевич, давайте посмотрим фрагмент чувашской народной песни «Сиктух». 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Здесь тоже несколько разных моментов, но прежде всего мне нравится артистизм всех участниц, в том числе и под танцовки, там ансамбль хореографический участвует, ну и солистки, кроме вас еще две певицы. Это артистично сделано благодаря просто исполнительскому искусству, которое на определенном уровне достигнуто. Для эстрадного искусства это как раз вот такой маленький шедевр, я бы сказал, сценки. Причем, как с фольклором оно связано? Это же натуральная песня чувашских хороводов. Где-то или из Татарстана, или из Башкортостана. Не здешние хороводы. Я уж не знаю, откуда у вас первый источник, вы взяли. Она как бы известная, но не самая популярная. А вы ее такой делаете. Потому что это вот с Егоркой игра, там и игра такая молодежная, девичья, то, что в хороводе они высказывают интимные какие-то свои вещи. И вот эта интимная игра как раз разыграна на сцене. Причем в очень хороших этических формах, вот национальных. Вот знаете, я еще смотрю, ваш жест вот такой. Это чисто чувашский, потому что, скажем, в русской эстраде более характерно вот так. И мы иногда видим, там больше раскованности, иной менталитет национальный. Совершенно я понимаю. Чувашский менталитет иной. Поэтому вот эта скрытная игра у вас, в вашем коллективе, когда она показывается, там мелькание образа и как бы желания большие, но вот есть рамки, в которых их делается. Вот о сценической стороне. Да. Вот о пластике вашем. О костюмах. Вот о костюмах. Здесь, конечно, более сложная ситуация. И об этом мы на конференции очень много говорили. Вот здесь очень стилизованный костюм. Эстрада имеет право на эту стилизацию. Но вот здесь чувство, что называется, должно быть стиля и меры. Ну вот я бы, пожалуй, отметил слишком длинные яргачи. Вот эти. Они как сурбаны. Вас даже упрекали. Дискуссия была, что сурбан. Нет, не надо это называть сурбаном. А яргачи – это естественное украшение женское. Украшение костюма. И его можно и нужно использовать. Короче, вот в результате обсуждения на конференции мы пришли к выводу, нужно создать некую энциклопедию народного костюма чувашского, чтобы те, кто потом это все использует и трансформирует, делали это органично и не делали ошибок. И правильно. Потому что, если, ну это не вашего номера касается, если девичья шапочка, тухья, с настоящими женскими киске сочетается, для человека чувствующего, даже иногда интуитивно, он видит это неорганично. Это не значит, что мы вот такие, как сказать, ортодоксы, вот нам только дайте, как было в сундуке старинном, и только так. Но тут чувство стиля должно быть. Или уж если вы стилизуете, делаете полностью условный костюм. А если вы натуральные элементы используете, ну опять-таки не о сиктух, говорю, а то, что мы в других случаях видим. Вот если натуральные, так они и должны быть натуральные. Одно из двух. А смешение, конечно, сейчас могут сказать, сейчас время эклектики, сейчас время постмодерна. – Время трансформации, время экспериментов. – Вот это такое легкое оправдание для невежества. Простите меня. – Михаил Григорьевич, а давайте просмотрим другой фрагмент. Это фольклорно-эстрадный коллектив «Щабан». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Очень интересный номер. Очень интересный номер, потому что он уже берет не просто мелодику какую-то народную, тексты какие-то. Это скорее даже хореографический номер, композиция. Но он берет как бы из народного быта некие обычаи отбивания холста. И весьма вот условно, как раз здесь условность соблюдена, показывает, как девушки этим занимались. На самом деле это была нелегкая работа, и там такими колотушками иногда на бревнах таких отбивали. Здесь все условно показано. Характер действий и, так сказать, красота самой ситуации. Обычаи, связанные с музыкой, потому что вот такое отбивание с ритмами связано. Совместной работой. Совершенно верно. Это целый ансамбль. И вот тут получается, и в костюмах стилизации, вот уровень стилизованности от начала до конца. От начала до конца. И вот такая трансформация, мне кажется, органичной, использование фольклора. Михаил Григорьевич, а как вы смотрите на аранжировки? Насколько, на каком уровне они сделаны? Насколько высоко профессионально? Я очень ценю в этом смысле работу Николая Ниловича Казакова, который даже и аранжировками-то не назовешь. Это композиция. Это композиция. Но вот его замечательная такая сценическая композиция «Авалгий Сасс», «Голос предков», как он там называет это, по самой идее очень интересное сочинение. И вот ансамбль «Авалгий Сасси» участвует как раз. И вот эта стилизация там сделана. Об этом очень много можно рассуждать. попытка обратить внимание современников, нас, на древность. Еще один коллектив – Чуварский государственный ансамбль песни и танца. Давайте мы посмотрим фрагмент Лебедева. Приезжайте в гости к нам. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ «Авалгий Сасси» ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Вот эта композиция «Приезжайте в гости к нам» она уже много десятилетий является визитной карточкой коллектива и концентрирует в себе стиль работы этого коллектива. Посмотрите на движения плавные. Девушки как бы в хороводе ходят. Посмотрите на костюмы, какие торжественные, красивые. Но к фольклору, к тому фольклору, о котором мы говорили на конференции, это не имеет прямого отношения. В государстве ансамбль песни и танца это такое тоже эстрадное искусство, но национально-эстрадное шоу в традиционных костюмах и выразительных средствах чувашского национального искусства. И когда этот коллектив ездит по зарубежным странам, только в этом году они побывали в Америке и в Греции, и это прекрасно, они представляют это не просто как национальное, а как народное искусство. Но глядя из чувашей, мы знаем, что это уже переработанное народное искусство. Вот Герман Степанович Лебедев, который почти 30 лет проработал в этом коллективе, хормейстером, он вначале гармонистом там был в 40-х годах, начинал он с этого, он создал, можно сказать, именно став композитором, создал стиль этого коллектива. Это профессиональное эстрадно-национальное шоу, то, что делает танцевальные песни и танцы. Очень яркое, национальное, но косвенно только связано с фольклором. Это правильно называть фольклоризм, причем такого, уже можно сказать, высокого уровня, делаем мы не только композиторами. Там художники-профессионалы работают, сценографы, там режиссеры обязательно работают, и дирижер хора, и оркестр, и ансамбль там у них есть, инструментальные, кстати, нетрадиционно чувашские. Там балалайка, домра, бас, балалайка, который в природе не существовало раньше, это в русских оркестрах было создано, ну и баян, естественно, иногда духовые там добавляются, для них это габло. – Михаил Григорьевич, я полагаю, именно профессионалы развивают, разрабатывают все народные песни, материалы, но самое главное, они на самом деле любят, преклоняются и черпают материал именно от фольклора. – Да, но вот в разных направлениях это ведь. – Это происходит в разных направлениях. И Михаил Григорьевич, смотрите, например, фольклорный эстрадный коллектив «Щавал» поет в своей манере, академический ансамбль песни и танцы в своей манере. – Они не смешиваются. – Они не смешиваются. Также мы сегодня можем говорить ансамбль «Сейспель», правда, отрывка мы не нашли, они поют чувашскую народную песню в эстрадной манере, но это же абсолютно не возбраняется. – Да никто же не говорит, что это возбраняется. Но при этом надо беречь именно фольклор в аутентичном виде. Почему в экспедиции ездим, записываем и воспитываем руководителей для будущих таких фольклорных коллективов в правильном понимании стиля, потому что это и есть коренная основа культуры. Мы же хотим, чтобы язык сохранялся, мы хотим, чтобы сохранялась поэзия народная и музыка народная. – Михаил Григорьевич, огромное спасибо. Вот мы, наверное, на такой позитивной нотке наш разговор завершим. К сожалению, так время быстро пролетело. До новых встреч. – Всего вам хорошего. Спасибо. – Субтитры создавал DimaTorzok